МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости Анапа-регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Можно отдыхать достойно, все очень достойно. Российско-белорусское сотрудничество. На нашем курорте состоялось заседание Комитета по бюджету Парламента Союзного Государства. Для того, чтобы мы могли воспитывать дух патриотизма у нашей молодежи. За штурвалом Василий в парке военной техники у одного экспоната в самолете Су-27 появился пилот. Движение – это жизнь, как говорится, но умеренно, умеренно. Тревожная статистика. Очередной день здоровья медики курорта посвятили профилактике инсульта. И начнем с главного. В Анапе усилят меры безопасности в канун Дня народного единства. В режиме селектора состояло заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Его провел в Краснодаре губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Уже с этой субботы, 3 ноября, все службы начинают работу в усиленном режиме. Глава региона поручил обратить дополнительное внимание на вокзалы и аэропорты, усилить наряды полиции казаками районных обществ. На 4 ноября намечены концерты, различные праздничные мероприятия. Поэтому мы должны во всех местах массового скопления людей обеспечить и правопорядок, и безопасность, и антитеррористическую защищенность. Первый заместитель главы курорта Сергей Петров поручил сделать акцент в том числе на профилактике. Сотрудникам, которые принимают участие в организации концертов, сопровождают детские группы, приводят в порядок город, необходимо напомнить, на что стоит обращать внимание. Не только от полиции это зависит, не только от каких-то других федеральных органов. Во многих случаях это зависит от нас. То, как мы будем смотреть по сторонам, как мы будем видеть ту или иную ситуацию. Потому что в большинстве случаев это все проходит через наши глаза. Мы видим, где что зарождается, мы видим, где что появляется, так же, что и касательно школ. Центром народных гуляний в Анапе станет театральная площадь. Там состоится концерт, можно будет отведать национальные блюда, увидеть работы ремесленников, попробовать свои силы на фестивале ГТО. Никита Бойко, Александр Ребеко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Напоминаем, при обнаружении подозрительных лиц на улице, в транспорте, а также при попадании в зону вашего внимания оставленных без присмотра вещей, просьба сообщить в правоохранительные органы по телефону 02-468-82-428-65, а также 3-37-14. Депутаты из России и Республики Беларусь познакомились с инфраструктурой Анапы. В нашем городе прошло заседание Комитета по бюджету парламента Союзного государства. Курорт уже стал традиционным местом встречи для детей из двух стран, а белорусы любят здесь отдыхать не меньше, чем жители России. Спасибо большое. Ну и в этом небольшом свидании наше совместное белорусско-российское время. Специальные часы – подарок от парламентского собрания России и Республики Беларусь. Во многих вопросах граждане двух стран уравнены в правах с местными жителями. Данный комитет занимается распределением бюджета на совместные программы. Такие выездные заседания проходят нечасто. Юрий Павлович Паляков поприветствует вас всех на этой прекрасной Анапской, Кубанской земле. Мы хотим и к этому прикладываются все усилия нашего главы, чтобы город звучал. Должен сказать, как человек, который долгое время поработал, называется, на земле в городском хозяйстве, Город чистый, ухоженный, доброжелательный. Понимаем, что все это в том числе и усилия руководства города. Примерно половина участников – депутаты Национального собрания Республики Беларусь. Кто-то уже бывал в Анапе, а кто-то здесь впервые. Численность населения города превышает 180 тысяч человек. Экономика, она постабильно развивается. Вживую гости увидели в том числе инфраструктуру лагеря «Жемчужина России», одного из крупнейших в стране. В конце лета, начале осени сюда приезжают юные таланты из России и Республики Беларусь. Фестиваль проходит под эгидой союзного государства. В октябре город-курорт принимал спортивный фестиваль студентов из двух стран. По словам белорусского сенатора Людмилы Добрыниной, Анапу в республике никогда не забывали, в том числе и как детский курорт. Мы увидим, что Анапа действительно сегодня, это действительно курортница. Столько объектов созданы, инфраструктуры. Можно отдыхать достойно, все очень достойно. По словам заместителя председателя Совета муниципалитета Александра Смирнова, подобные мероприятия способствуют дальнейшей популяризации курорта. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. И к другим темам. Сегодня у самолета Су-27, уже установленного в парке военной техники, на Симферопольском шоссе появился пилот. Как его зовут и какая форма нового персонажа парка в материале наших корреспондентов. Настоящий шлем и летная куртка на обычном манекене. Пока открывали колпак и усаживали, решили, что у пилота боевой машины обязательно должно быть имя. Не сговариваясь, решили, что будет Василий. Вспомнили, что среди летчиков, которые уже 8 августа 1941 года совершали первый налет на Берлин, был Василий Гречишников. Теперь самолет приобрел завершенный вид, как и сам парк. Здесь закончили разбивку газонов, уложили пешеходные дорожки. Часто проезжаю мимо и вижу, что большое количество людей, детей останавливаются, смотрят. То есть, я думаю, что та задумка Юрия Федоровича, о которой он говорил, о том, чтобы на примерах воспитывать, в том числе патриотическое воспитание населения, оно возымело свое действие, и мы это видим воочию. Кто-то пойдет в военное училище, станет, может быть, летчиком, танкистом, моряком, да неважно кем, защитником Родины, значит, мы делаем нужное, благое дело. Идея создания парка военной техники принадлежит главе курорта Юрию Полякову, и все работы идут под его личным контролем. Ранее на этой технике наши граждане, граждане России, несли свою службу. Сегодня эта техника будет нести дежурство в Анапе, для того, чтобы мы могли воспитывать дух патриотизма у нашей молодежи. Как рассказал заместитель главы курорта Роман Дикий, в администрации уже получили экземпляр приказа по Минобороны о передаче муниципалитету трех вертолетов, двух К-26 и одного Ми-8. После этого их начнут приводить, как говорят специалисты, к музейному состоянию, снимать вооружение и приборы. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа, регион. Накануне на общении получили возможность проверить свое здоровье во всемирный день борьбы с инсультом. По словам врачей, из-за стресса, нагрузок и вредных привычек количество пациентов, обратившихся за помощью в прединсультном состоянии, растет. Чтобы уберечь анапчан от развития опасного заболевания, сотрудники отделения медицинской профилактики провели День здоровья. Наталья Фатыхова переехала в Солнечную Анапу из Красноярска полгода назад. Пенсионерка каждый день прогуливается по набережной. Наталья Павловна тщательно следит за питанием и старается вести активный образ жизни. И считает, что профилактика – дело необходимое. Я сильно на здоровье не жалуюсь, но слежу. Поэтому я как бы прочитала в интернете, что можно пройти здесь, проконсультироваться, и поэтому решили, мы сможем поехать. Регулярные медицинские осмотры – ключ к долголетию. Инсульт – одно из опаснейших заболеваний. Подразделяется на два вида. Ишемический – это закупорка тромба. Возникает она внезапно и может наступить даже во сне. И геморрагический разрыв целого сосуда. Особенно высок риск инсульта при активной физической нагрузке. Изменение артериального давления, повышенном уровне сахара и холестерина. Чтобы обезопасить свое здоровье, нужно соблюдать ряд простых правил. Это ведение правильного образа жизни, контроль обязательно артериального давления, оберегать себя от стрессов, от вредных привычек, сигареты, алкоголь. Затем нагрузки, умеренные нагрузки. Человек должен вести активный образ жизни, движение – это жизнь, как говорится. Но умеренно, умеренно. Если сидящий образ жизни, то обязательно какие-то движения на работе, чисто профилактическая гимнастика. Если физический труд, то эти физические нагрузки надо все-таки как-то коррегировать. Затем питание, прежде всего питание. Как говорят врачи, статистика неутешительна. С каждым годом количество пациентов, перенесших инсульт, растет. Спасти человека можно, если вовремя распознать болезнь. Прединсультное состояние сопровождается головной болью, повышением давления и слабостью. Также человек не сможет сделать простые действия – улыбнуться, одновременно поднять обе руки или четко произнести свое имя. Если вовремя обратиться в больницу, можно избежать весьма опасных для здоровья последствий. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион. Лучшие из лучших снова встретились в Анапе. 22 муниципальных образования Краснодарского края приняли участие в краевом фестивале женского спорта «Красота, грация, идеал». Эти соревнования проводятся на базе спортивной школы «Виктория» уже более 10 лет. В этом году испытать свои силы приехали почти 100 спортсменок. Конкурс проходил в несколько этапов – сдача норм ГТО, комбинированная эстафета и оригинальный танец с элементами аэробики. По итогам соревнований анапская команда оказалась лучше во всех видах программы. Она же и стала победителем в общекомандном зачете. «Никогда не сдавайся» – таков был главный девиз открытого первенства по тайскому боксу, который состоялся в станице Гастагаевской. Лучшие бойцы из четырех муниципальных образований показывали искусство владения восточным единоборством. Зрелищно, жестко и быстро – это основные правила бойца. Тайский бокс или, как его еще называют, муай-тай – это бой восьми конечностей или просто поединок свободных. По инициативе и поддержке молодых депутатов города-курорта Анапа в спортивной школе номер 6 открылась секция по этому виду боевых искусств. Разрешите мне от имени мэра нашего города Юрия Федоровича Парякова поздравить вас с началом работы спортивного отделения по тайскому боксу на территории города-курорта Анапа. Поприветствую всех приезжих, всех тех, которые приехали на территорию нашего города. В рамках открытия нового спортивного отделения состоялось первенство по тайскому боксу среди юношей и девушек. Более 100 человек из Крыловского и Денского районов, а также спортсмены из Анапы, Геленджика и Новороссийска прибыли, чтобы поделиться опытом в этом новом для нашего города спортивном направлении. Хотелось бы, как представителя Совета молодых депутатов, поблагодарить всех участников данного события. И от себя скажу, что цель и задача нашей главной – максимально детей привлечь в разные виды спорта, чтобы убрать их с улицы. Спарринги проходят в разных возрастных и весовых категориях. Бой длится две минуты. Всего в поединке три раунда. Альберт Гюнтер занимается уже два года. Предпочитает работать на длинной дистанции ногами. Это и помогло ему одержать победу. Хороший соперник был, сильный боксер был. Открывался много, попадал ногами и хорошо дрался. Еще один участник анапской сборной использовал свое преимущество в росте над противником. Дальние атаки и связывание соперника в близком бою также принесли победу нашей сборной в этом поединке. Я начинал с рук, потом старался продолжить ногами и в клинч зайти. Старался скрутить, но не очень получалось, но все же. Бои были жаркими и зрелищными. Соперники достойными. А судейство справедливым. На пьеде стали почета. Места распределились следующим образом. Золото досталось Краснодару, серебро у хозяев турнира команда Анапы, бронзу взяла команда Денского района. Она же увезла домой кубок за волю к победе от Совета молодых депутатов Анапы. Очень достойные приехали соперники. Есть на кого равняться. Очень сильные клубы с города Краснодара, с Новороссийска. Очень сильные соперники. Есть с кого взять пример и опыт. По итогам прошедшего турнира будет сформирована сборная Анапы по тайскому боксу. Лучшие спортсмены представят наш город на краевых соревнованиях, которые пройдут в декабре в Сочи. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Проявляйте особую осторожность в местах, прилегающих к детским и образовательным учреждениям. Не подвергайте опасности самое дорогое.